Всем здравствуйте! Эффектная блондинка, профайлер, полиграфолог, эксперт ток-шоу на самом деле рассказала нашему корреспонденту, как относится к передаче, в которой не планировала работать, расстроилась ли из-за ухода Шепелева, а также поделилась некоторыми подробностями личной жизни. Ранее я принимала участие в каких-то передачах развлекательного формата, но серьезной работы на телевидении не было. Я не стремилась на ТВ, но когда мне предложили эту работу, подумала, что глупо отказываться, и дело даже не в деньгах. Благодаря этому произошла популяризация моей профессии, чему я очень рада. Кроме на самом деле, моя основная деятельность – это проверки на полиграфе и кадровые служебные расследования при помощи профайлинга. Первые дни эмоции были не самыми позитивными. Все кричат, вклиниться в спор сложно, это было за гранью моей картины мира. Так как я не смотрю телевизор, часто не узнавала медийных героев. Даже делала попытку отказаться от проекта, но потом договорились с продюсерами. К нам доходят зачастую раскрученные истории, как, например, тема с кротом, а мы ставим конечную точку. Да, многие предъявляют претензии, что мы копаемся в грязном белье, но это современное общество диктует такие запросы. Считаю, что наши рейтинги держат именно формат расследования. Люди же любят детективы. Я уже ко многому отношусь спокойно. Понимаю, что бывают ситуации похуже, но ощущение, что это дно не покидает часто. Самые тяжелые и запоминающиеся истории – это уголовные дела, особенно где фигурируют подростки. О новом ведущем пока рано делать выводы, но в целом вливается-развивается, нам пока комфортно с ним работать. Чисто по-человечески мне жаль, что ушел Шепелев. У нас и работа была налажена, да и привыкаешь к человеку. Вас узнают на улице. Как на известность реагируют родные? Спросил корреспондент. Через пару месяцев стали узнавать. Старший сын тема моей звездности приглушает, а младший раздувает. Мама мной всегда гордилась, ей приятно видеть меня на экране. С родными они часто обсуждают наши эфиры. Тетушка советует ей, каким цветом мне накрасить губы и какая одежда мне больше идет. Мои личные стилисты. В моей семье равноправие. У меня два мальчика, с их отцом я разведена. Старшему Никите – 15, младшему Даниле – 10 лет. С бывшим мужем у нас прекрасные отношения, он полноправно участвует в воспитании мальчишек. Из-за занятости я не самая активная мама в школьных чатах, но если есть свободное время, могу и на утреннике выступить. С детьми мне, конечно, помогают. У меня полный комплект бабушек-дедушек. Моя мама и бабушка с дедушкой со стороны пап и ребят. Маму я перевезла в Москву еще во время своей беременности. Отдохнуть получается, но не так часто, как хотелось бы. На 8 марта с друзьями съездили в подмосковный санаторий, Даньку взяла с собой. Все три дня я проспала, выползала только на ужин, один раз заставила себя сходить с ним в бассейн. Очень люблю спа, массажи. Если есть возможность, всегда стараюсь уделить время уходу за собой, не 16 же лет все-таки. Хочу создать онлайн-школу по профайлингу и просто по развитию личности, и это не про зарабатывание денег. Если люди качественно изменят свою жизнь, это отлично. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.